Город, смотрите, в городе улица, на улице стоит дом. В доме спаленка, спаленка, колыбелька. Эксклюзивную экскурсию по детской картинной галереи провели всего для трех посетителей. Восьмилетний Артем, брат и сестра семьи пяти лет, Женя и Катя. Все они воспитанники Центра помощи детям Иволга. Ребята строили рожицу у кривого зеркала, рассматривали экспонаты с помощью карманных фонариков и изучали, из чего сделаны куклы Деда Мороза и Снегурочки. Красивые, конечно. Не боюсь, а таятся. Сосульки. Деда, суй, герой. Но главным событием для детей стало, конечно, участие в акции «Елка желаний». Их письма с новогоднего дерева сняла глава Самары Елена Лапушкина и передала детям подарки от Деда Мороза. Ответственному Артему планшет для выполнения домашних заданий в школе. Дружелюбной Кате – одежду для ее любимой куклы. А подвижному и активному Жене – роликовые коньки. То есть, если постоянно у детей спрашивают, что я хочу, что я заказал Дедушку Мороз, то они даже, мне кажется, ночью, если мы бы разбудили, они бы сказали, что заказали. И сегодня, я думаю, это один из важнейших моментов в их жизни, детской жизни. Дети долго готовились к этой встрече. И на праздник пришли не с пустыми руками. Подарили главе города корзинку с выпечкой. «А что там? Говорите, что там? Что там, Катюшик? Артем, что там внутри?» «Я здесь». «Дед Мороз напек, или ты, Катюшик?» Всего в центре Иволга проживает 91 воспитанник. Все они участвовали в новогодней акции. В центр ежедневно приезжают самарцы, которые сняли письма с мечтами ребят и готовы подарить детям чудо. К Новому году мечта исполнится у каждого ребенка. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.